Любимое занятие? Врачевание, хирургия, оперируйте. Есть что-то, профессия или занятие, которое вы хотели бы еще овладеть? Поверьте, нет. Только хирургия. Ваше главное качество? Самопожертвование. Во имя чего-то? Во имя работы, во имя человека, которого я люблю, во имя людей. Ваш главный недостаток? Спыльчивость. О чем вы больше всего сожалеете? Были люди в моей жизни, которым я в силу возможностей не смог помочь, потому что там физических возможностей и так далее. Эти люди очень были дороги мне. Сейчас их нет в жизни. Вы попали на линию сопротивления, на линию фронта, например, и перед вами раненые с той, с другой стороны, противники тоже. Кого вы будете лечить в первую очередь? По законам военного времени я должен поступать как военный. А если я врач, то я должен оказать помощь тому больному, который в первую очередь нуждается в этом. Если бы вам привелось встретиться с одним человеком, который жил в любую эпоху на нашей планете, кто бы это был? Это был бы Теодор Бильрот. Это австрийский хирург, отец современной хирургии. Чего вы больше всего боитесь? Конечно, потерять дорогих мне людей. Люди, которые дороги мне, потерять их для меня – это трагедия. Рошад Шулан, доктор философии по медицине, один из успешных урологов-хирургов в стране. Предпочитает большие, кардинальные, рискованные операции. Не отказывается от самых безнадежных больных. Любит классическое искусство и верит в Бога. А пациенты любят его за то, что он щедро делится с ними этой любовью и верой. Такую встречу нельзя срежиссировать. Такие настроения нельзя создать специально. Такие слова не говорятся просто так. Они обращаются к нему уважительно, учитель. Они смотрят на него с обожанием. А ведь он всем им годится в сыновья. Каждую неделю в рабочем графике доктора Шулана – час встречи с больными, которым он сделал радикальные операции. Они на особом контроле, вплоть до полного выздоровления. Мне было очень плохо, но он вернул меня с того света. Он мне сказал, доверься мне, и я тебе помогу. У меня была опухоль третьей стадии. От меня все отказались. Он вернул меня к жизни. После встречи с ним я шел на операцию с улыбкой. А до этого боялся даже простых уколов. Я в доктора поверил. В его золотые руки, в его знания, в его душу поверил. У меня не было никаких сомнений, что все хорошо кончится. Так и случилось. У него такой терапевтический голос и мягкая улыбка. Да, он производит впечатление деликатного, мягкого, неамбициозного, очень вежливого человека, не обремененного особыми страхами. Но за этой чуть застенчивой, утешающей улыбкой и терапевтическим спокойствием упрятан цельнометаллический стержень. Железная воля, обостренное чувство ответственности и запредельное трудолюбие. И это не общие слова. Мы видели доктора Шалана в разных ситуациях, иногда в чрезвычайно драматических. Но сначала немного предыстории. То, что медицина и его призвание, Рошад осознал еще в детстве. Это было так давно, наверное, с глубокого детства, так скажем. Потому что и решающую роль в этом вопросе, в выборе моей специальности, сыграл мой дядя. Потому что он в свое время был очень известным врачом. Но на него буквально, я здесь попомню, все люди того региона, где он жил, буквально божились на него. И он был очень хорошим целителем, скажем так, доктором на все руки. Своего рода земским врачевателем. Наша соседка болела очень серьезным заболеванием почек. И впоследствии, даже на рассвете сил, из-за хронической почечной недостаточности, она скончалась. И это тоже оставило очень глубокий след моей памяти. И вот в это время, вот как-то я решил, что я должен заниматься почками. В школьные годы у меня появился интерес к хирургии. Вот в этом роль моей матери. Она почему-то всегда хотела видеть меня хирургом. В 1997 году Рашад Мамедов заканчивает Бакинский технико-гуманитарный лицей номер 2. И сразу поступает в Азербайджанский медицинский университет. Он помнит, с каким энтузиазмом буквально бежал на занятия. Проводил там время от звонка до звонка, пока не закрывались ворота вуза. Был участником всех студенческих научных собраний, семинаров, коллокмиумов. Сам возглавлял студенческое научное общество факультета. Выступал с докладами, писал научные статьи. Не пропускал ни одной лекции своих кумиров-преподавателей. Кто кумиры? Главный ученый с мировым именем палеонтолог Дамир Гаджиев, психиатр Агабек Султанов и другие. Был потрясающим ученым, потрясающим ученым, человеком высокой марки, человек, который является нео-евгением, основателем своего рода, он остеологом был, занимался костями, биологией костей, и нео-евгеникой занимался. В свое время его за это направление репрессировали. Прекрасно лекции читал. Потом и с Агабеком Султановым тоже у нас лекции очень хорошие были. Кстати, Агабек Султанов любил повторять. Мне неинтересны студенты, которые говорят, хочу лечить. Мне важны те, кто говорит, не могу не лечить. Вот такие фанаты и есть будущее азербайджанской медицины. Именно таким неугомонным старателем был Рашад. Ведь первую операцию он сделал, еще будучи студентом. Первую свою операцию я сделал в 2003 году в нашем военном госпитале. Тогда я работал там медбратом. И, видимо, усердчивость, настырность, скажем так, там заведующий отделением дал мне прооперировать. Правда, небольшую операцию. Но этот день я никогда не забуду. Это было 1 июля 2003 года. Я даже помню имя пациента. В нашем военном госпитале? Своего рода это образование по специальности. По специальности урологии. И там, конечно, я обучался в клинике урологии Эгейского университета, который является одним из лидеров в области урологии по всей Турции. Урологии, уроонкологии и так далее. Мои преподаватели, они были лидерами в своей области. Это была настоящая школа. Здесь Рошат овладел тонкостями профессии хирурга. Понял, что такое команда. Как вычислить формулу успеха того или иного метода. Как научиться находить оптимальные варианты лечения. Познакомился с лидерами мировой урологии. Познал пользу международных конференций, на которых сделал 29 докладов на животрепещущие темы современной урологии. Опубликовал более 50 научных статей. Не было по специальности книги или журналы, популярные в те годы, которые не побывали бы в его руках и не были бы им проштудированы. Турецкий альбом Рошады – это дневник его становления как специалиста, хирурга и исследователя. Вот первая экспериментальная работа в стенах Угейского университета. Это с президентом Ассоциации урологов в Турции Бюлентом Семерджи, который приобщил его к тонкостям хирургии. А это с основоположником роботической урологии в Азии профессором Кун Ра из Южной Кореи. А это рядом экс-президент Ассоциации эндоурологов Турции Эрдал Апайден. Ну, конечно, одно из самых больших событий – самостоятельная операция, радикальная простатоктомия. Она состоялась 14 августа 2008 года в клинике Игейского университета. Еще одним примечательным событием в турецкий период Рашада Мамедова стала защита диссертации. Талантливый врач доказал эффективность тестостерона в экспериментальной модели недержания мочи. Речь шла о новом способе лечения недержания мочи у женщин. За свою кандидатскую работу Рашад получил премию на Международном конгрессе урологов, который проходил тогда в Турции. В Турции уже мы начали совместные работы с моими коллегами, турецкими коллегами, преподавателями. Наши первые работы уже в 2007 году публиковались в Америке. Потом наши работы публиковались в Японии, в Англии, в Турции, в Бразилии. Есть ли ссылки на ваши работы? Это очень важный аспект научной деятельности каждого человека. Особенно той работы, которая связана с моей диссертацией, которая получила премию, это влияние тестостерона на недержание мочи у женщин. Это была экспериментальная работа, доказанная экспериментальная работа. И очень много ссылок есть на эту работу, очень много сил. На другие работы тоже, но эта работа является коньком моим. Кстати, в честь любви к покойному деду Рашад Мамедов официально изменил фамилию на имя деда – Шулан. С тех пор его называют доктор Рашад Шулан. Моя научная сфера, так скажем, научно-исследовательская сфера связана с женщинами с болезнью интерстициального цистита. Интерстициальный цистит – это заболевание, которое уже более ста лет никто не может найти этиопатогенеза этого заболевания. Да, это заболевание очень грозное заболевание. Это заболевание, которое приводит к полной социальной инвалидности человека, к полной изоляции человека. Этот человек остается полно изолированным, потому что беспрерывные боли в области мочевого пузыря делают жизнь невыносимой не только для самой пациентки, редко пациентов, потому что 90% больных – это женщины и окружающих, и семью. И все они как-то уже… И логический исход этого заболевания, если не вовремя сделать операцию или вылечить, то это приводит к самоубийству женщины. И это очень серьезная статистика. В поисках действенного метода лечения Рошад начал систематизировать пациентов с таким диагнозом во всем Эгейском регионе. Он проштудировал десятки сотен историй болезни, пока сам взялся за решение этой сложной проблемы. Среди пациентов доктора Шулана мы познакомились с преподавателем русского языка Сибирь Ханум-Мамедовой. Он удалил ей мочевой пузырь и создал искусственный резервуар из кишечника. Вы знаете, я во многих местах была, очень, даже когда ездила. Но никто мне не помог. У меня такое состояние было. Я прям, я не знаю, я даже вообще себя хотела убить, честно говоря. Я на работу не могла ездить. Я на автобус садилась на 88-й, две остановки буквально ездила, ехала и сходила с автобуса. Искала кафе, магазин, аптека. Есть даже там мужчина, я вообще-то стеснительный человек, все равно заходила, умоляла. Я вас очень прошу, не пустите меня в туалет. Эти люди везде, куда мы не ходили, ищут туалет. И поэтому эти люди фактически в самых терминальных стадиях живут в туалете. Сделали операцию удаления по удалению мочевого пузыря и формирование кишечного резервуара, то есть, как бы, так скажем, искусственного мочевого пузыря. После операции эти пациенты оживают на глазах. Я сейчас счастливо клянусь. Когда мы увидим Севиль Хану в таком состоянии, это для нас просто огромное счастье. Кстати, сейчас в США готовится издание книги по урологии. В главе о женском цистите, автором которой является Рашад Шулан, как раз описаны детали этой болезни. В апреле 2011 года в отечественных СМИ появились сообщения. Центральная больница нефтяников приступила к применению уникального метода в хирургии. Рашад Шулан, первый в Азербайджане осуществил операцию по удалению почки лапароскопическим путем. Рашад Шулан, первая успешная операция по новой методике ВАМС. В Центральной больнице нефтяников под руководством Рашада Шулана больному с пересаженной почкой создали искусственный мочевой пузырь из кишечника. Рашад Шулан, доклад на тему лапароскопическая нефректомия, первая серия Азербайджана на Всеверном конгрессе эндурологов. Можно смело сказать, что возвращение Рашада Мамедова домой было триумфальным. Больница нефтяников с радостью приняла в свою семью молодого специалиста-уролога полного энтузиазма и новых идей. Здесь, наконец-то, сбылась его мечта. Мне всегда импонировала большая хирургия, огромная хирургия, рискованная хирургия. Вот это для меня было как бы наркотиком всей моей жизни, так скажем, сознательной жизни. И самая большая операция в урологии – это радикальная простатэктомия, это удаление простат по поводу опухоли простат. Доктор Шалван из трехчасовой операции, которую мы снимали, наш режиссер смонтировал основные этапы вот этой операции, очень сложные, очень драматичные операции. Поэтому, если можно, как-то прокомментировать с точки зрения уже вашего хирурга, когда вы смотрите на свою работу со стороны. Хорошо, хорошо. Значит, мы здесь делаем супролонный разрез для доступа к простате. Сейчас мы увидим здесь, сразу после разреза мы приступаем к лимфодисекции всего таза. Здесь были метастазы очень больших размеров, порядка 2-3 сантиметров, и они были сросшиеся с магистральными сосудами. Основная тонкость этой работы заключается в том, что малейшая погрешность, когда мы делаем эту операцию, может привести к фатальным исходам. Нужна какая-то ювелирная точность, да? Достаточно ювелирная точность, потому что все эти сосуды являются очень жизненно важными сосудами нашего организма. Через эти сосуды проходит питание всех тазовых органов, и в том числе и нижних конечностей. Ту же процедуру, ту же операцию, лимфодисекцию мы делаем с левой стороны. Вот мы видим сейчас левую наружную подвздошную артерию. Какие эмоции вы испытываете, когда вот так работает? Это вот, конечно, когда очень-очень-очень ответственный момент в этой операции, потому что нужно удалить все лимфатические узлы, чтобы операция была достаточно радикальной, и чтобы больной от этой операции получил пользу. И когда все бывает радикально, риск возникновения там серьезных осложнений очень высок. Ну, слава богу, в этой операции у нас не было, и вообще особых серьезных осложнений мы не наблюдали. Вообще в этой операции все шаги являются очень ответственными. И малейшие погрешности в каком-нибудь шаге и так далее, в какой-нибудь стадии этой операции, чреваты очень серьезными осложнениями, после которых больной может стать окончательным инвалидом, если он вообще там останется в живых. Наверное, опережая события, но хочется спросить, этот человек уже на ногах, да, уже он выздоровел? На ногах, выздоровел, полностью выздоровел этот человек. И у этого больного достаточно... Вот, пожалуйста, мой пол. Ой, ой. У а простаты уже освобождена. И этот самый-самый такой, скажем, очень интересный момент нашей операции, когда удаляется простата, все глубоко вздыхают, вся команда. Вот вы видите простата. Вы ее удалили, да? Вместе, да, с семенными пузырьками полностью удалили, радикально, вместе с капсулой. И в данный момент мы что делаем? Мы делаем реконструкцию мочевого пузыря и в то же время реконструкцию... То есть место, освобожденное после простаты, делается реконструкция и закрывается анатомическим путем те места, в которых летала простата, так скажем. И это тоже очень серьезная методика. И наши опыты, и наши исследования показывают, что после этой реконструкции функционально у больных функциональные результаты очень хорошие. В мае 2016 года на конгрессе Американской ассоциации урологов Рошад Шулан познакомился с знаменитым американцем, хирургом Ральфом Клайманом, которого называют отцом лапароскопической урологии. Это была знаменательная встреча. Я первый на планете сделал лапароскопическую нефректомию. Вы первый сделали это в Азербайджане, сказал Шулану американский профессор. Я рад, что расширяется наше сообщество. Конечно, не сразу, постепенно, шаг за шагом. Но сегодня урологическое отделение больницы нефтяников стало одним из самых современных, хорошо оборудованных, с четкой высококлассной командой специалистов. Каждое помещение, будь то операционная, палата, процедурная, приемная, все имеет свой характер, свою энергетику, свои хорошие функциональные возможности согласно своему предназначению. Все для плодотворного, комфортного лечения. Маленькое отступление о кабинетах Рошада Шулана в больнице и дома. Это венец идеи, их хозяина, об уютном пространстве для работы и уединения. Он создал интерьеры, в которых заметно присутствие человека, даже если его нет в комнате. Человека со множеством интересов, с утонченным вкусом, который любит уют и порядок и обладает невероятным вниманием к красоте. После операции я спросила у доктора Шалана, что он чувствует, когда перед ним распростертый, больной и, по сути, в его руках жизнь другого человека. Это драматический момент, когда все зависит только от врача. Это не совсем так, сказал Шулан. Я тоже так думал, когда был студентом. Конечно, врачевание – это миссия, но врач – не вершитель судеб, он лишь инструмент в руках Аллаха. Всевышний правит всем. Недаром, каждый раз делая обход, доктор Рашад Шулан внимательно выслушивает каждого больного, изучает анализы, регионовские снимки, всякого рода таблицы и диаграммы, но заканчивает общение с пациентами словами. Даст Бог, у вас все будет хорошо. Дай Бог вам здоровья и силы. Бог вам обязательно поможет. Что вы ему скажете? Что я ему скажу? Я поблагодарю его. Я потому что доволен судьбой, потому что я занимаюсь работой, которая является стихией всей моей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok